А что, уже и на корпоратив сходить нельзя? Я вам скажу так. Во-первых, сотрудников нужно уважать. То есть, совершенно однозначно, что если те люди, с которыми вы работаете, они празднуют какое-то событие торжественное, радостное, нужно их в этом празднике уважить, показать, что вы к ним относитесь, соответственно, так, как должен относиться сотрудник. Это во-первых. Во-вторых, я вам скажу так. Самое легкое в том, что мы можем посоветовать сделать, это не пойти на этот корпоратив. Потому что не пойти гораздо легче, чем пойти. Потому что если человек пойдет, то он должен будет не есть, например, мясо некошерное, приготовленную еду и т.д. То есть, все, что он сможет только есть, это всего лишь красная рыбка, какие-то нарезки свежих овощей, выпить водки, а не вина. То есть, это нужно очень четко знать, что можно, что нельзя. Нельзя танцевать будет с своими сотрудниками. То есть, это очень-очень сложно пойти на такой корпоратив. Но, с другой стороны, мы не можем сказать, что нельзя на него пойти. Нет такого запрета ходить на корпоратив. Почему? Потому что это нормальные отношения на работе. И поэтому человек может туда пойти, только ему будет сложно. Это будет для него непростое испытание. Поэтому, может быть, проще этого испытания избежать. То есть, лучше не пойти, но если все же идти, то подготовиться заранее? Совершенно верно. То есть, алгоритм такой. Если возможно не пойти, не идем. Если невозможно не пойти, тогда идем и принимаем, выясняем ограничения. Совершенно верно. Вот так будет выглядеть эта программа, если мы ее напишем в блок-схеме. Вот так будет выглядеть.